всем привет с вами дома это очередной небольшой влог в основном о крафте как вы видите этот готовлюсь снимать обзоры 5 волны мини фигурок но скорее всего этот влог вы увидите уже после обзоров я так думаю потому что вы меня съедите где обзоры зачем нам твой крафт снимай быстрее обзоры короче обзоры влог все нормально и я самое главное хотела показать вот эту шапку перед тем как я сейчас пойду после как вот запишу видео я пойду на почту и отправлять и я решил ее снять потому что она мне понравилась она необычная такие раньше не шила и еще хочу сразу сказать что вот столько я расскажу про шапку я еще расскажу про ярмарку город мастеров у нас смоленске будет на 9 мая я уже несколько лет мы в ней не участвовала и раз уж у меня остались тут ушки и стикеры с питера я решила что я наверное схожу поучаствовать эта ярмарка на 9 мая под открытым небом смоляне знает где она проходит это октябрьской революции и от федора коня туда вдоль парка по аллее в общем я сейчас чуть-чуть подробнее к ней вернусь но имейте ввиду если вам интересно то послушайте чуть дальше или перемотайте потому что в общем я хочу сходить на ярмарку и это меня можно будет найти 9 мая но давайте сначала про шапку в общем шапку меня это заказали еще до питера до понеребрика но ее заказали буквально там за полторы недели до конвента хотели забрать на конвенте но я естественно не успела боюсь шить за это время потому что шила я ее где-то четыре дня по полдня если так обобщить ну в общем либо два полные дня либо четыре дня по полдня короче если так рассчитывать это примерно практически все мое швейное время которое могу уделять крафту на обычные недели с учетом стримов видео и прочего прочего поэтому грубо говоря она у меня заняла всю неделю моего швейного времени прошлую поэтому я бы ее к понеребрику не успела суть и я ее сшила вот уже после это необычная шапка она дизайн называется авиатор то бишь пилотная типа ну в общем суть ее в том что она уши закрывает как бы шапка ушанка но не совсем это достаточно популярная моделька на западе у нас в принципе ее тоже шьют но может быть не так часто вот я ее шила в первый раз потому что конкретно попросили чтобы закрывала прям уже уши потому что там у них в леденградской области прохладно и ветра сильные в общем чтобы ушки закрывалась поэтому первый раз делала такую штуку строила выкройку я только на выкройку убил это на один вечер вот хотя вроде все просто но мне очень сложно на самом деле делать выкройки потому что я ну такой не очень теоретик по части швейного дела но не важно в общем все мы осилили и это фури шапочка волчонка вот она с аппликациями еще пару вечеров я убил на аппликации но она где-то полтора вечера я убила на вот эти аппликации две лапки и звездочка это от персонажа я вам ставлю сейчас картинку с дизайном вот у меня нет вышивальной машинки поэтому аппликации делаются вручную ну как на машинке но на обычной в общем обычной строчкой зигзагом от 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 страчивается и вообще фотку ставлю аппликации до того как я их пристрочила также у этой шапки пушистые ушки большое спасибо эйси за этот кусочек меха из питера привезла кусочек меха на ушки потому что у нас такой просто не продают я оттуда кстати привезла еще один пушистый мех рыжий рыжий я покупала сама я его купила целый метр я из него уже шила туда тут уже шила пушистые ушки тоже на заказ вот лисий пушистые ушки так что и лисий пушистые ушки я могу шить теперь некоторое время потому что я привезла мех вот фиолетового у меня был маленький кусочек только вот на такие ну может быть еще на одну пару таких ушек у меня осталось вот так что огромное спасибо эйси у нас заказчица получила ту именно шапку которую хотела потому что она хотела вот такой и если помнить я похожий мех делала в недавней шапке тоже волка но там я его сама окрашивала и там был чубчик он был отстегной потому что самый окрашенный мех потом может отдавать краску обратно при стирке поэтому нельзя такой мех стирать просто обычным способом вообще лучше не стирать и там чубчик отстегивался из-за этого тут конечно я не могла сделать отстегиваемую часть ушей поэтому этот мех уже фабричные то есть его можно стирать без вопросов вот но в целом он по цвету практически такой же какой я делала такой синий фиолетовый но этот ближе к фиолетовым чем тот был ближе к синему наверное вот и она на подкладе вот на бязевой подкладочке короче я думаю будет очень тепленько очень комфортно прям милашная мне нравится как получилось мне главное нравится что получилось ровно то что меня просил человек и я прям рада что я осилила потому что дизайн для меня был новый вышивки для меня тоже не самое простое занятие и плюс удалось достать нужный мех я счастлив что удалось этот заказ сделать значит по поводу ярмарки буду точнее нет не сто процентов что я на ней буду но я постараюсь на ней быть она будет 9 мая но она под открытым небом и как бы все очень сильно зависит зависит от погоды потому что если будет дождь или что-то еще такое я наверное не пойду потому что я просто заболею и как бы ничем хорошим это не закончится вот поэтому если будет какая-то пасмур но если просто пасмурная окна если именно прям дождь дождь то я наверное на нее не пойду вот я пока просто подала заявку мне пока просто одобрили там вроде как не закрепляются конкретные места то есть просто где встанешь там и будешь поэтому на любом случае если вы захотите меня найти на ярмарке то я утром если мы пойдем проверяйте мою крафт группу и наверное в вас в основную группу я сделаю репост с фотографии того места где мы будем потому что я не знаю где мы будем и будем ли мы вот но я хотела бы сходить потому что у меня остались во-первых различные понячьи ушки тут но они как бы ушки ушки я вообще рассчитываю что возможно детишек заинтересуют просто ушки то что они там понячь и кошачьи еще какие-то в общем у меня стали всякие разные и кстати да если вы не смоленска сейчас все это я обновила сайт обновила группу все это там короче можно найти если вы что-то хотите забрать дота так я все это отнесу на ярмарку возможно я конечно с ярмарки от обратно все и принесу но в любом случае это сейчас есть на сайте можете через сайт забить себе что-нибудь вот цены там тоже все указаны короче ушей у меня тут осталось белых синих это под принцесс розовые голубые голубые фиолетовые зелененькие короче ушки остались остались стикеры стикеров осталось один листик королевских но это я даже не не рассчитываю что может быть до ярмарки долежит хотя кто знает 300 часей и достаточно внушительная пачечка у меня осталось сладости вот стикеры со сладостями в принципе большой шанс посмотреть и если вам понравится взять на ярмарке короче но это для самолян информация если вы всегда хотели посмотреть на мои стикеры вживую но как бы не знаете хотите вы купить их или нет то можете прийти на ярмарку там естественно будут другие столики другие мастера и посмотреть может быть вам они понравятся в общем вот что стикеров тут осталось но штук 15 еще наверное я думаю в принципе достаточно или 22 ну короче хватает стикеров еще сладости конкретно еще меня остались различные там какие-то сережечки заколочки бусики какие-то общем бижутерия я это все если придем все это принесу и в общем да так что если вам интересна конкретно выставка ярмарка то проверяйте 9 утром группу мою вконтакте либо мою лигу неважно я думаю туда и туда сделаю пост вот и приходите там выставка с 9 до 6 но мы не уверены что прям до 6 будем с утра то понятное дело скорее все прям с утра будем но как пойдет то что обычно мы где-то часа в четыре уже потихонечку сворачивались вот но в общем имейте ввиду вот и если вы хотите что-то конкретное чтобы я вам отложила на ярмарке тоже можете попробовать написать возможно это получится реализовать в любом случае надеюсь вам было интересно послушать про мои дела я сажусь писать обзоры и я не знаю в каком порядке я это все смонтирую может быть между ладно не важно всем большое спасибо что посмотрели видео до конца и до встречи в следующих влогах кстати да если вдруг я все-таки пойду на ярмарку то оттуда я тоже постараюсь что-нибудь поснимать все всем спасибо всем пока